12.06 в Кирове продолжается программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Светлана Занько, Олег Прохоренко. Добрый день. Мы говорим на тему территории развития, что получилось в Вятских полянах и чего ждать от СССР в Белой Холунице, потому что очень важная новость пришла о том, что Белая Холунице будет в Российской Федерации последней территорией опережающего развития. Принимается это постановление правительства. И нам было интересно разобрать кейс с Вятскими полянами. Мы там большей частью говорили первую половину эфира как раз о Вятских полянах, чего удалось достичь и так далее. Белой Холунице пока коснулись слегка только по площадкам, которые город может предложить муниципальное образование, муниципальное, вернее, городское поселение. Сейчас нам важно узнать, уточнить, какие же виды деятельности предусмотрены в рамках вот этого конкретного постановления правительства по территории как Вятских полян, так и Белой Холунице. Это значит, кто может зайти на эту территорию для бизнеса информация, а с другой стороны информация для населения, так скажем, для людей, проживающих на этой территории, где они могут трудоустроиться, по каким специальностям. Говорим мы сегодня с Вятскими полянами. Первый заместитель главы города Вятский полян у нас в гостях Елена Лебединцева. Говорим с главой Белохолуницкого района Кировской области Татьяной Телицыной. И всем этим делом дирижирует у нас Наталья Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Я прежде хочу поблагодарить всех вас, коллеги, что вы пришли абсолютно подготовленными, потому что обычно у нас умный здесь Олег. Он все понимает, о чем говорят. И готовлю статистику, теперь даже статистику не нравится. Да, а тут и я себя почувствовала вполне себе компетентно, потому что все четко, ясно, понятно и доходчиво вы изъясняете. Спасибо вам большое за это, и что действительно все цифры тоже ясны, из чего что берется и какого эффекта мы достигаем. Продолжаем с Белой Холуницей. Вы говорили нам в перерыве, Татьяна Александровна, что 24 вида деятельности предусмотрено вот этим статусом особой зоны. А причем они, уточняющий вопрос, они разнятся от одной ТСР другой или это 24 для всех 60 с лишним территорий? Тогда сейчас Наталья Михайловна, наверное, скажу. Ну, вообще, перечень видов деятельности для ТОСРов, он, так скажем, отталкивается от специализации градообразующего предприятия, собственно, по наличию которого и был определен моногород. То есть, учитываются кадры, которые там есть? Обязательно. Нет, есть немножко другая история. Должны появляться такие виды деятельности, которые позволяют вот эту монозависимость снять с территории. Но, безусловно, факт учета наличия специальностей здесь тоже играет немаловажную роль. И вот, я думаю, сейчас Татьяна Александровна, наверное, нам расскажет, какие именно с точки зрения специальностей, как таковых видов деятельности будут задействованы на их территории. Ну, наверное, начну с того, кто вообще, в принципе, может быть резидентом территории опережающего развития. Это, значит, предприятия. Индивидуальные предприниматели не могут иметь статус резидента территории опережающего развития. Это только предприятия. И у них есть условия, что в первый год они должны создать не менее 10 рабочих мест и вложить не менее 2,5 миллиона инвестиций. Конечно, перечень видов деятельности определяет само муниципальное образование, когда подает заявку. Когда мы готовили заявку Министерства экономического развития Российской Федерации, мы по своему муниципальному образованию определили 24 вида деятельности. Конечно, мы отталкивались от особенностей нашей экономики. 87% территории Белохоминского района покрыто лесом. И, конечно, одно из направлений, один из видов экономической деятельности, это все, что связано с лесоводством, с лесохозяйственной деятельностью, обработка древесины, производство изделий из дерева, вся деревообрабатывающая промышленность. Также у нас отдельно заявлено производство мебели. Отдельным большим блоком у нас заявлена пищевая промышленность, поскольку у нас в Белохолунецком районе и в городском поселении нет вообще пищевой промышленности. Райпо, оно делает только хлеб, а вот именно переработка молока, переработка мяса. У нас огромное водохранилище в Кировской области. Рыба, да. Да, у нас этого вообще ничего нет. Поэтому, когда мы делали заявку, конечно, мы определили переработку пищевую, всю пищевую промышленность. Обеспечить у нас рыбой, в конце концов. Рыбоводство и рыболовство – это тоже один из видов деятельности, которые у нас присутствуют в заявке. Также мы большой блок заявили по производству одежды. Это вся швейное производство, текстильное, кожевенное, то есть всё, что касается производства одежды. А что-то было в истории Белохолунец, связанное с лёгкой промышленностью? Да, вот здесь вот я, наверное, как раз поподробнее остановлюсь. У нас даже в Белой Холунеце, раньше была фабрика 8 марта, значит, филиал, как раз фабрики 8 марта. И у нас было училище, где учили швей. Сегодня у нас есть филиал Кирово-Чепецкого автомобильно-промышленного колледжа. И мы так получилось, что вели переговоры, значит, с Клевером. Вели Таш, Клевер, всем известная швейная организация. Значит, и они к нам зашли. У нас в настоящий момент уже завершили реконструкцию здания. Открывают швейную фабрику, порядка 150 рабочих мест. И как раз вот в такой рамках, как это Наталья Михайловна назвала, лучшая муниципальная практика мы поработали. На базе нашего филиала колледжа мы договорились с Министерством образования Кировской области. И мы открыли группу швей. И мы сейчас именно для этой организации обучаем швей. Мы открыли два направления. Одно после 11 класса, то есть они учатся год. Или взрослые, там, женщины, которые хотят получить новую профессию. И на базе 9 классов, которые будут стандарты, учатся 2 года 10 месяцев. И первый выпуск у нас уже будет в мае этого года, как раз для этого швейного производства. А вот это швейное производство, которое уже корпус построило и зашло, оно сможет пользоваться условием ТАСР или нет? Сможет, сможет. Как раз это в том числе один из предполагаемых резидентов территории Петербурга. То есть даже те предприятия, которые были уже до введения статуса зоны, смогут воспользоваться этими условиями? Значит, вот что еще я хочу сказать. Это не только вновь зарегистрированные предприятия на территории муниципального образования, но резидентом ТАСР могут быть и предприятия, которые уже работают, ведут бизнес. Тогда для них условия, они должны рабочие места в два раза увеличить. Количество инвестиций для них остается также не меньше 2,5 миллионов. А рабочие места должны увеличиться в два раза. То есть, по сути, вот сейчас 150 рабочих? Нет, пока не 150. Пока не 150. Ну вот то, что они будут иметь до введения статуса, им нужно будет увеличить в два раза. Если они пойдут на статус как резиденты. Да. Причем с этого года официально резидентами ТАСР могут быть и те, кто применяет упрощенную систему налогообложения. То есть, если до этого года в основном были те, кто на общей принятой, то с этого года и субъекты, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Это мы считаем очень хорошо, поскольку все равно основные резиденты – это субъекты малого, среднего бизнеса. Вот здесь должна Наталья Михайловна подчеркнуть насчет вот этой лучшей муниципальной практики. Да. Я бы хотела сказать о том, что вот это как раз муниципальная практика подготовки кадров именно для бизнеса. Это тоже продолжение общей политики правительства по поводу того, что мы должны понимать свои точки развития четко и для них настраивать нашу всю инфраструктуру. И здесь образование, оно не должно остаться без внимания. Поэтому сейчас вот тот опрос, который у нас был анонсирован на круглом столе по мандалому бизнесу, мы проводим. Мы понимаем, что это очень непростая история. Многие предприятия, они должны поверить именно в результативность участия в этом вопросе. Но по большому счету именно сохранение, даже вот Татьяна Александровна об этом как-то не упомянула, но ведь это позволило даже сохранить учебное заведение на территории города Белая Холуница. И мы понимаем, кого мы там готовим, что там есть граждане, для чего мы готовим, для бизнеса, который конкретно и приходит на эту территорию. Это очень важно и ценно, мне кажется, с той точки зрения, что психологический человек, который получил образование, даже среднее специальное, и даже если он в Кирове не нашел работу по специальности, он останется, скорее всего, в областном центре. Если человек получил это образование в районном центре, у него все хорошо с работой, и здесь есть уже какая-то там семья, жилье, скорее всего, он останется. Вот это очень еще важный тоже момент, что обучаться там могут не только выпускники школ, а могут и взрослые люди обучаться. Это очень важно сейчас, потому что это значит, что можно либо вернуться к своей старой работе, либо новые приобрести навыки. Ну, вот швей, мне кажется, женщины просто возрадовались, что у вас появилось это производство в Белой Холунице. Также мы на базе училища для наших кадров лесозаготовки, деревообработки тоже открыли курсы платные уже для взрослых. Это операторы хорвестеров-форвадеров, операторы гидроманипуляторов. То есть это как раз для... Так, больших машин, новых современных. И еще одно направление, о котором бы я хотела сказать, это большой блок деятельности в области спорта, отдыха и развлечений, поскольку Белая Холунице имеет самое крупное водохранилище в Кировской области, и не воспользоваться этим ресурсом было бы, наверное, неправильно. Поэтому вот тоже одно из направлений, которое заявлено на территорию опережающего развития. Сейчас прервемся на полминуты и посмотрим, какие виды деятельности в Вятских полянах определены для резидентов. Продолжаем разговор о территориях опережающего социально-экономического развития. Две территории мы сегодня разбираем. Кировские – это Вятские поляны и Белая Холуница. И вот сейчас вопрос как раз Вятские поляны. Елене Лебединцевой задаем первому заместителю главы города. У вас какие виды деятельности определены? Мы понимаем, что 24 перечислять не будем. И тут еще ваша коллега Татьяна Александровна из Белой Холунии сказала, говори что-то другое. Да, не то, что у меня. Но мне кажется, что надо отметить то важное, что вы видите, да, необходимость, что развивать в Вятских полянах. Может быть, даже запрос изнутри тоже вот идет. У нас тоже 24 вида экономической деятельности. И если в Белой Холунице это лес, то у нас градообразующее предприятие всегда занималось металлообработкой, изготовлением станков, гражданского оружия. Поэтому у нас очень востребован АКВЭТ – это металлообработка. АКВЭТ? Вид экономической деятельности. Основной вид экономической деятельности. Металлообработка очень интересен производства маломерных судов, производства станков-механизмов, производства тары. А я знаете, о чем думаю в процессе эфира? Вот, предположим, сейчас кто-то слушает нас, и ему стало очень интересно поподробнее узнать, эти виды посмотреть, определиться с тем, как вообще подать заявку, и какова ответственность, каковы преференции. Мне бы хотелось предложить, для того, чтобы получить полную информацию, зайти, есть большой блок информационный на сайте правительства Кировской области. И если интересен, например, заход в Вятские поляны, то можно в поисковике набрать «Администрация города Вятские поляны». И когда человек заходит на страницу, сразу он видит большой информационный стенд, большую информационную вкладку, заходит в нее и получает полностью всю информацию по этому вопросу. И виды экономической деятельности, и ссылка на нормативные документы, и перечень всех материалов, которые необходимо подготовить и сдать для того, чтобы получить статус резидентов. И те инвестиционные площадки, на которые можно зайти. Нас всегда наценивают на то, что мы ориентируемся на инвестора, который находится потенциально в любой точке страны. Мы же информационно очень открыты. И человек, зайдя на сайт и прочитав вкладку по территории опережающего социально-экономического развития, должен понять все, насколько это ему важно и интересно. И вкладка по инвестиционным площадкам, она содержит информацию о том, где площадка, какая инфраструктура у каждой инвестиционной площадки, каков ее статус. То есть это частная собственность или муниципальная. Поэтому все виды экономической деятельности и все условия получения статуса резидента ТАССР можно найти на сайте города, Вятские поляны, Белой холуницы и, конечно, правительство Кировской области. Илья Сергеевна, я услышал среди видов... Наталья Михайловна руку поднимала. Нет, я подтверждение того, что да. И можно я здесь тоже еще один информационный поток, Олег, извините, что прерываю. У нас ведь есть агентство моногородов. Есть, в смысле, оно действует или оно существует? Оно действующее, оно очень активно работает. И очень много работы по сопровождению органов местного самоуправления в вопросах развития монотерриторий. По привлечению инвесторов в том числе лежит на данной структуре. Это структура нашего министерства. Она очень активно работает. И заявки, которые готовились там и на присвоение статуса территории, опережающей социально-экономического развития, на инфраструктурные какие-то объекты, они в том числе готовятся при участии нашего министерства и вот этого агентства моногородов. Достаточно просто написать моногорода в поисковике Яндекс, и вы зайдете, найдете, безусловно, наше агентство, и где тоже можно найти информацию. И по площадкам, и по условиям, и по видам деятельности. Вот это интересно. Интересно с той точки зрения, что как раз Белая Холуница, вот если в Вятских полянах был реализован опыт промпарка, то в Белой Холунице был такой инфраструктурный проект реализован через агентство по поддержке моногородов. И немногие, наверное, знают, честно говоря, для меня было откровением, что все, что было, ну или там, большей частью то, что было предусмотрено этим планом, оно свершилось, и какие-то инфраструктурные вещи появились. Какие можете перечислить? Да, в 2017 году мы активно работали с правительством области, с фондом развития моногородов Российской Федерации, и порядка 300 миллионов рублей у нас было привлечено бюджетных средств для развития инфраструктуры. Значит, у нас была построена объездная дорога вокруг города, это как раз для предприятий, для предпринимателей, для нашего бизнеса, потому что население ей не пользуется, она им, по сути, не нужна. Дорога эта пересекала реку Белая Холуница, поэтому там был построен мост, это, кстати, единственный мост в Российской Федерации, который мы смогли построить с помощью средств фонда развития моногородов. Нет, он железобетонный. Железобетонный мост. Он был деревянный, да? Надо съездить посмотреть. Ну, там дорога с мостом, значит, порядка 180 миллионов рублей. Сейчас туристический кластер будет развиваться в Белой Холунице? Ну, там противоположную сторону. И также мы полностью всю систему водоотведения реконструировали, и систему водоснабжения. То есть в определенный период времени у нас была такая ситуация, что даже вода в городе подавалась по графику. После проведения этой реконструкции у нас полностью сняты ограничения и по водоснабжению, и по водоотведению, по транспортной доступности. У нас артезианская вода. Да, у нас вся артезианская вода, у нас 33 скважины на территории города. Нет, у нас артезианская, мы воду с водохранилища не забираем, не очищаем. Нет, у нас нет. Только техническую, там, для муниципальных котельных. Вот, поэтому у нас был такой проект. И сейчас, конечно, ту инфраструктуру, которую мы получили, мы ее должны именно загружать с точки зрения инвесторов, чтобы инвесторы пользовались этой инфраструктурой, а не населением. Это ведь безвозмездные обложения. Да, да, это субсидия, конечно. Это субсидия, которой сейчас можно и нужно пользоваться. Давайте все-таки скажем, когда Белая Холуница получит статус ТОСР официально. И надо ли после этого получения статуса к вам обращаться, или уже прямо сейчас можно обращаться? Ты хочешь бизнес открыть там? Нет, почему бы и нет. Почему бы и нет. Это Таиранск начала рассказывать. То есть, радиоэхо Москвы в Белой Холунице. Почему бы и нет, между прочим. Таиранск, радиоэхо Москвы в Белой Холунице и так через интернет вещает. Я думаю, что постановление будет подписано в ближайшее время. Может, Наталья Михайловна лучше об этом скажет? К сожалению, на той итоговой пресс-конференции, вернее, на том итоговом мероприятии, который проводил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, дата не была конкретно озвучена. Но, с учетом вообще тех обстоятельств, которые предшествовали этому заявлению, мы все-таки ожидаем, что до конца первого полугодия уже все документы, руководящие от федерального уровня, выйдут. Причем хочу сказать о том, что когда создавался ТОС «Сарвятских поляна», всю нормативную правовую базу, ее прорабатывали сразу с расчетом на то, что будет не одна территория. И на региональном уровне по большинству вопросов мы готовы. Приходить сейчас или не сейчас, либо ждать. Уже сейчас приходить нужно. Потому что, возможно, те бизнесы, которые захотят прийти на территорию Белой Холуницы, их локация потребует решения каких-то инфраструктурных. Где-то больших, где-то не очень, но они могут возникать. И как раз, чтобы было время к старту, к непосредственному, не любим мы сейчас это слово, освоению инвестиций в основной капитал на конкретной территории, но тем не менее термин такой правильный, их нужно решать. Иногда бывает решать, и решать нужно своевременно. Это касается, между прочим, и вопросов по кадровому обеспечению, заявок на новые специальности подготовки. Это ведь может быть привлечен ресурс не только учебного заведения, который расположен на территории моногорода, но и наш опорный университет, безусловно, тоже в этом вопросе должен играть достаточно такую серьезную роль. Здесь мы подошли еще раз к тому, чтобы разобрать, что такое комплексная программа развития моногородов, и к социальному блоку, который закладывается в само аббревиатуру ТАССЭР, потому что это территория, опережающая социально-экономическое развитие. Можно чуть-чуть добавить к твоему вопросу. На самом деле у нас моногородов, территорий таких намного больше. В Кировской области. В Кировской области. Да, это и Луза мы знаем, там Мурыгина, Стрижи. 11 территорий. Но вот такая, как это сказать, преференция досталась двум моногородам пока, может быть, или будут какие-то другие программы, по которым тоже моногорода, монопоселения смогут дальше развиваться и идти по пути привлечения инвесторов. Ну, я сразу хочу здесь сказать о том, что я уже говорила о том, что мы лучшие примеры, лучшие практики, которые у нас сейчас образуются на двух территориях ТОСЭР, а Вятские поляны, действующие Белой Холуницы, как потенциальные, мы, безусловно, стараемся распространять и на другие наши монотерритории. Что касается инфраструктурных ограничений, мы в данном случае готовы работать со всеми территориями, и мы очень плотно с ними общаемся. И мы не просто общаемся из города Кирова, мы ездим туда, мы смотрим, где конкретно территория. И, например, в Демьяново стоит вопрос по транспортной системе. Там требуется строительство дороги для инвестиционных проектов. Мы тут слушали, что все-таки до Подосеновцы дорогу запланировали, и в течение ближайших лет она появится. А речь идет по территории уже непосредственно самого моногорода, да, то есть это тоже определенная же связка территориальная, безусловно. Поэтому мы с каждым монотерриторием стараемся выявлять те инфраструктурные ограничения, в первую очередь, и активно работать по линии фонда развития моногородов. Но кроме этого, ведь существуют и другие направления работы правительства. Это, возможно, так скажем, отчасти текущая деятельность, но куда мы моногорода активно включаем? Да, это и в сфере дорожного хозяйства, это и в сфере ЖКХ, это энергетики, здравоохранение, да, социальный блок, весь полностью образование, соцразвитие. Мы стараемся комплексно смотреть на территорию, что вот сюда, да, особое внимание должно быть к этим территориям. Есть какая-то рабочая группа для того, чтобы вот это межведомственное взаимодействие по конкретному муниципальному образованию обеспечить? Безусловно, она есть. Во-первых, у нас ежеквартально проводятся управляющие советы по каждой территории, где мы вот как раз все проблемы обсуждаем очень активно. Вы берете конкретный моногород и пошли. Что там привлекаете, главу? Привлекаем главу, и здесь формат полностью проектный, да. Вы должны были к этому времени исполнить вот такие-то мероприятия. Исполнили, не исполнили, не исполнили, почему, что предприняли, чтобы они были исполнены. И очень. Чем мы можем вам помочь? Как мы можем вам посодействовать? Это ведь касается всего. Комфортная городская среда там есть? Однозначно. Потому что без этого жить не невозможно. Школьные вопросы, больницы, там есть все. Потому что если заглянуть в наш комплексный план, там как раз и экономика, и социальная сфера. То есть мы понимаем следующее. Да, у человека появляется рабочее место на какой-то территории. Но если при этом не будет больницы, не будет школы, не будут сняты ограничения даже культурного характера. Не будут разгребаться дороги. И это в том числе. То человек молодой, он в большей степени примет решение, в большей вероятности, вернее, примет решение уехать с этой территории. И здесь ведь даже вопросы, например, организации кинотеатров, вот вроде бы казалось, ну к чему это к территории? Но это тоже снятие какого-то социального и культурного ограничения для этой территории. А очень важен широкополосный интернет еще. Я помню, когда поселок программистов создавался под Слободским, первым делом, понятно, для них, и вообще для молодых людей сейчас интернет, это очень важно. Нам нужно будет на вот этом перерыве отпустить Наталью Михайловну, но вот здесь я просто только добавлю, что на прошлой неделе к нам приходил Александр Анатольевич Чурин, который рассказывал про то, как разрабатывается сейчас стратегия регионального социально-экономического развития. И он там акцентировал внимание на том, что регион разбивается на зоны, на большие зоны. Вот это все взаимосвязано на самом деле, да? Это не очень хорошо звучит, зоны, поселения. Хорошо, макрорайоны. Макрорайоны. Макрорайоны, окей. Куда дела, Олег, от этого всего? На макрорайоны, начали уже об этом говорить, то есть вот каждый, мы сейчас поговорим про стратегию социально-экономического развития моногородов, социальную сферу затронем, но вот каждый этот макрорайон будет иметь практически свою проектную стратегию, и на каждый макрорайон будет назначен человек, который, собственно говоря, этим проектом занимается, и с числа нынешних, ныне действующих сотрудников правительства к апрелю месяцу должна сложиться вот эта картинка, что там. Мы обязательно встретимся и об этом расскажем. Сейчас уйдем на перерыв и прощаемся с Натальей Михайловной Крежей. Спасибо. Спасибо вам. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Елена Лебединцева, первый заместитель главы города Вятские поляны у нас в студии, Татьяна Телицына, глава Белого и Холуницкого района Кировской области, Олег Прохоренко, Светлана Занько. Мы говорим о двух территориях, опережающих социально-экономического развития, которые существуют. Нет, Вятские поляны уже более года, а Белая Холуница в первом квартале, ожидаем постановления правительства. Да, 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 совершенно верно. Мы обещали, что поговорим о социальном блоке в рамках вот этих стратегий и программ социально-экономического развития, но этот социальный блок, он, конечно, связан непосредственно и с экономикой, и прежде всего через кадры. Давайте поговорим, вот уже Татьяна Александровна говорила, как хорошо можно, если правильно, если правильно сложить все пазлы, как комплексно можно массу проблем решить и сделать из этого не проблему, а наоборот эффективный инструмент, который будет позволять людям приобретать или новую профессию, или новую специализацию, или остаться в Холунице, или вернуться в Холуницу и работать на современном производстве, потому что билетаж прекрасный совершенно показывает результаты, я вам скажу, потом после эфира. Какой замечательный, они шьют продукт. Но в Явских Полянах по кадровому вопросу, собственно, для чего промпарк строился в свое время? Потому что высвободилось большое количество кадров в связи с проблемой на заводе. И нужно было их обеспечить работой. Что сейчас с кадровым вопросом? Конечно, когда инвестор приходит на территорию, он понимает, что он получит определенные налоговые льготы, он ищет себе инвестиционную площадку и находит ее, он понимает, что он будет приобретать где-то сырье и реализовывать готовую продукцию. Но инвесторы всегда задают вопрос, а кто будет работать на моем производстве? Есть ли в вашем городе кадры, которые соответствуют требованиям? И здесь мы всегда с гордостью отвечаем, что такие кадры в Явских Полянах есть. С одной стороны, это кадры, которые высвобождаются с градообразующего предприятия, а их квалификация очень высокая. Исторически Вятские Поляны отличаются очень высоким уровнем квалификации кадров, но и молодые кадры. В Явских Полянах работает учебное заведение, которое готовит специалистов высокой квалификации. Это Вятскополянский механический техникум. И уже много лет на базе техникума проводятся чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. Это очень серьезное для нас достижение. Это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. И на нашей базе проводятся чемпионаты профессионального мастерства. Я, насколько понимаю, из Кирова ездят... Ну, понятно, из Кирова, из других регионов едут именно Вятские Поляны, чтобы показать свои навыки чем-то силённым. Я сейчас просто подумала, что выпускникам школ или там десятых классов классно поучиться в училище в Вятских Полянах, где виноград зреет, понимаешь? Да еще и WorldSkills. Ну, правда, Олег. А какой вкусный виноград у нас бывает по осени, да? Да, да, да. А чихонь у нас какая-то. Конечно. Вот в понедельник у нас будет открытие очередного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. И знаете, насколько приятно, когда мы приходим на производство к нашим резидентам, а мы приходим постоянно и с проверками, и где-то для того, чтобы посмотреть на их новое оборудование, новое достижение, мы видим, что за станками, а это не старые станки, это современное, очень дорогое высокоточное оборудование, за этими станками стоят наши ребята, которые, проходя практику ещё в период обучения, уже туда приходят. И, конечно, после обучения их сразу забирают на работу. И работодатели говорят о том, что уровень квалификации очень высокий, они высоко его оценивают. Да, вот два хороших примера сейчас, коллеги, привели по поводу образования. Давайте всё-таки про социальную эту историю расскажем. Что вы закладывали в свои стратегии? У нас остаётся, Олег, просто очень мало времени, 7 минут всего. Понятно. Не, ну у меня просто тоже был вопрос, но не по социалке. А, давай. Вот, и я хочу его всё-таки довести, Елена Сергеевна. Я слышал в перечне приоритетов, там, маломерные суда, ТАР и так далее. Это уже существующее производство, насколько я понимаю, на территории, опять же, города Вятские поляны или Вятско-Полянского района? Мы говорим о Вятских полянах, о городе. Вот. А, нет, ну домостроитель не сможет войти в ТАСЭР. Нет, нет, это другая. Я поэтому и не стала спрашивать. Но мне кажется, что это надо будет взять в комплексе просто весь этот вопрос про судостроение отдельно нам с тобой в большую программу. Потому что, вроде как, два года назад начал этот вопрос двигаться как-то на уровне правительства. О нём заговорили. Максим Николаевич Кочетков тогда, помню, много докладов делал. Но какова ситуация реальная сейчас, чего удалось засечь? Это отдельная тема. Сделаем отдельно. Но про суда я хочу сказать, что у нас в городе есть уже сейчас два предприятия, которые маломерные суда производят. Лодки. Лодки и катера. Лодки и катера. Из металла и из пластика. Уникальная инновационная технология применяется при производстве. Они тоже пользуются статусом ТАСЭР? Они у нас пока не резиденты, но вот один уже очень активно рассматривает. Что его останавливало в прошлом году, было стоп-фактором то, что он находится на упрощённой системе налогообложения. И вот сейчас мы знаем о том, что требования изменились, и он уже сможет стать резидентом. Вот, вот, это хорошо. Давайте про плюшки социальные. Что вы закладывали, чего народ хочет, и что вы рассчитываете получить в связи с введением статуса? Давайте. Да, вот в Вятских полянах, как и в любом моногороде, разработана программа комплексного развития монопрофильного муниципального образования. Конечно, она охватывает всю экономическую составляющую, о которой мы говорим уже час. И это, наверное, очень важно, потому что экономика главная, без неё нам никуда. Но и другие направления. Что можно из ключевых назвать? Конечно, это программа «Комфортная городская среда». Именно благодаря этой программе в 2017-2018 годах мы смогли отремонтировать много придомовых территорий. Они стали современными и красивыми. Мы смогли отремонтировать сквер имени Георгия Семёновича Шпагина. Вы знаете, что в нашем городе жил и работал легендарный конструктор оружия. КТШ. Да. И в прошлом году мы начали реконструкцию площади имени Фёдора Ивановича Трещева, руководителя которой поднял наше градообразующее предприятие, машиностроительный завод «Молот», и долгие годы им руководил. И далее мы в этой программе участвуем и продолжим благоустройство города. С каждым годом становится всё красивее и современнее. Жители города это оценивают и видят, что есть результат. Как это связано с ТАСЭРом? Сейчас эта программа везде действует. Эта программа действует в моногородах. То есть в «Комфортная городская среда» во всех городах. В прошлом году добавили возможность участия. У вас какие-то специфические, то есть для вас преференции по этой программе или нет? Просто я не поняла, потому что… Первый год были только моногорода. Первый год, 2017 год. А в 2018 году уже список расширили. Но именно благодаря статусу моногорода мы смогли в этой программе участвовать с самого начала. Ну и, конечно, если говорить о Вятских полянах, поскольку мы южные ворота Вятского края, то, конечно, мы активно работаем в направлении развития туризма. Это тоже в комплексной программе развития моногорода есть. И те… У вас ваши замечательные шляпники сказали, что их задача – сделать Вятские поляны туристической меккой на юге Кировской области. Совершенно с вами согласна. Мы их полностью поддерживаем. Привет им в Индии сейчас и в Непале. В Непале они находятся, в новой экспедиции собирают новые шляпы. У нас есть уже целый туристический кластер. То есть есть бренды исторические – это музей Георгия Семёновича Шпагина, это наш герой Бабушкин. Калягин. Калягин, да. И есть современные бренды. То есть Девица-Метелица, музей Шляп. И буквально в последних числах декабря открылся новый музей, музей советского быта, коммуналка, который позволяет окунуться в времена нашего детства, нашей юности, испытает совершенно нереальное впечатление. Но это объекты. А кроме объектов есть ещё и события. Уже всем известный и полюбившийся фестиваль «Шляп» привлекает огромное количество людей со всей страны и из-за рубежа, потому что в последний год он носил статус международного. Лена Сергеевна, вот сейчас надо будет вас прервать. Остаётся две минуты до завершения программы. Но я не могу не задать этот вопрос. Когда мы со «Шляпниками» общались, они говорили, фестиваль ожидает 5, каждый год прирастает 5-7 тысяч человек. А гостиница? Сколько у вас? Одна? У нас номерной фонд 270 мест. А гостиницы они могут? Например, гостиничный бизнес, он входит в перечень 24 вот этих вот видов деятельности, по ТАСР, которые могут быть? Да, он входит, но мы сейчас работаем в этом направлении над строительством хостела, потому что мест, да, не хватает. Хостел тоже может воспользоваться? Да, он тоже может. Всё, мне только это интересовало. То есть это можно, можно заняться гостиничным бизнесом в Вятских Полянах. Можно заняться, да, совершенно верно. И для этого тоже приехать в Вятские Поляна. Белая Холуница. Ну, на самом деле, в комплексной программе моногородов, то, что сказала Елена Сергеевна, на всех это действует, не только на территории, опережающей в развитие. И плюс к тому, о чём сказала Елена Сергеевна, я добавлю, что мы работали с фондом кино, мы открыли кинотеатр в 2017 году в Белой Холунице. Значит, также мы участвовали в программе по комфортной городской среде, и мы благоустроили набережную в прошлом году. И наш проект признан лучшим в Кировской области и отправлен теперь на федеральный уровень по обустройству набережной. И мы также продолжаем этот проект по берегоукреплению и по дальнейшему благоустройству. Ну, а в целом в программе там есть приоритет, например, приобретение машин для скорой помощи, для моногородов. Каждый моногород получил полностью всю реанимацию, укомплектованную очень хорошую машину. И наши медики просят ещё и ещё таких нам побольше. Да, но с таким зампредом по социальному блоку, как Дмитрий Александрович Курдюмов, вы получите, я думаю, ещё машину. Но есть у нас такой большой проект сейчас, это реконструкция Дома культуры под создание театра в Белой Холунице. Учитывая, что этот год – год театра, поэтому мы тоже с этим проектом думаем, что в каком-нибудь конкурсе грандовом обязательно поучаствуем. Имейте в виду, что драмтеатр ожидает капремонт, и они будут гастролировать в это время. В график вставать. Вставать в грамотских полянах в Белой Холунице, они могут в этот год поработать. А так, конечно, вся эта территория, развитие этой территории, это полностью зависит от нашего желания, либо нежелания развивать нашу территорию. Но судя по вашему настрою, дорогие… По горячим глазам. Да, горячим глазам, у вас желание просто… И я надеюсь, что у вас есть такая же команда, которая вместе с вами работает. Конечно, мы же обучали. У нас управленческая команда в каждом моногороде есть, и мы работаем всегда команда. Мы работаем команда. Отличный эфир получился. Мне кажется, не последний. Да, я уверена, конечно. Надо будет делать срезы потом, как идет развитие. Конечно, благодарим наших гостей. Татьяну Телицыну, главу Белохолуницкого района Кировской области, и Елену Лебединцеву, первого заместителя главы города Вятские поляны. Это была программа «Разворот на бизнес». Мы разбирались в ТАСЭРах, и вообще, что такое ТАСЭР, и в судьбе ТАСЭРов на территории Кировской области. Светлана Занько, Олег Прохоренко. Прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин